Он ездит на мотороллере и является одним из самых завидных холостяков Санкт-Петербурга. Он всегда идет на контакт со средствами массовой информации, что делает его исключительной фигурой питерского бизнес-сообщества. При этом его оценки и комментарии довольно едкие и всегда образные. Герой нашей сегодняшней программы – девелопер Игорь Водопьянов. Игорь Водопьянов. Бизнесмен, девелопер, глава управляющей компании. Родился 31 августа 1968 года в Ленинграде. В 1985 году окончил спортивный класс школы номер 193. Мастер спорта СССР по фехтованию. В 1991 году окончил Балтийский государственный технический университет имени Устинова по специальности радиоинженер. В 1994 год являлся одним из учредителей финансовой компании «Зао Баутгрупп». В 1997 год участвовал в создании бизнес-центра «Акватория». 2000 год. Выход из состава акционеров финансовой компании «Зао Баутгрупп». С 2001 года возглавляет группу «Теорема». На данный момент является управляющим партнером группы «Теорема». О себе говорит «Я пытаюсь строить красивые дома в Петербурге». Здравствуйте, Игорь. Спасибо, что заглянули к нам на огонек. Здравствуйте. Для разминки у нас сначала три простых вопроса, и я попрошу вас отвечать очень коротко. Хорошо. Вы приехали на мотороллере? Я бы приехал, если бы было потеплее. Обычно летом, да, я езжу на мотороллере. Вы любите женщин? Ой, это вопрос тяжелый. Я их люблю. Профсоюзы нужно запретить? Я не выживу в них смысла. Хорошо. Бизнесмен Олег Тиньков написал целую книгу, ну, сам написал или помогли, о том, как он стал богатым. Что вот, мол, помаленьку спекулировал джинсами, форцевал, жена на себе вещи возила, успешно вкладывал заработанные копейки, и теперь миллионер. А вы можете рассказать, откуда у вас взялся первый миллион? Вроде вы не форцевали. Ну, вы знаете, у меня вообще давно была идея такая, что неплохо бы создать передачи, такие циклы передачи, вот дарю вам идею, под названием «Срок давности», где бизнесмены бы рассказывали, с чего они начинали, и правду говорили. Потому что, ну, по большому счету, все начинали с одного и того же, когда Советский Союз заканчивался, то типовой бизнес был обналичивание денег. Необходим был большой объем наличных денег, которые получались из безналичных, не совсем честным путем. С этого начинали абсолютно все. Ну, и, конечно, потом, после этого был бизнес, ну, прямо назовем его, контрабанда, когда таможня у нас была не столь монолитна и не столь неподкупна, как сейчас, то большинство людей именно этим и занимались. Вот и все. Никакого честного основания первого миллиона нет. Вы предлагаете назвать цикл передачи «Срок давности», потому что надеетесь, что срок давности по этим правонарушениям уже прошел? Именно, именно. Прекрасная идея. А то, что вам первый миллион дал Саддам Хусейн как комиссию за нелегальную поставку оружия, это легенда? Ну, знаете, это... Знаете, есть газеты, которые пишут правду, есть газеты, которые пишут ложь, а вот та газетка, которая это написала, она пишет всегда глупости. Я даже не буду называть ее название. Слушайте, а жалко, красивая ведь легенда. Ну, красивая, конечно, легенда. Вы часто говорите, что хотите оставить после себя красивые здания. Я, например, тоже часто думаю, что оставит наше поколение в плане архитектуры, ведь все эпохи что-то оставляли. Есть даже прекрасные, с моей точки зрения, памятники сталинской архитектуры и в Москве, и в Петербурге. А после нас вот пока ничего не видно, кроме комплекса Мега или там... Ну, почему же? Я бы не сказал так, что, в принципе, конечно, за последние годы построено несколько совершенно ужасных зданий. Например, то, что построено напротив метро Владимирское, это какой-то просто кошмар. Вот я бы, наверное, принял бы какой-то специальный указ в городе, что вот этому архитекту уже ничего не надо. Владимирский пассаж. Да, это уже большое вам человеческое спасибо за Владимирский пассаж, что больше ничего строить не надо. Есть менее фатальные ошибки, типа там ларька, который построен на Стокмане, такой стеклянный наверху. Но есть и, например, очень хорошее здание. Вот Герасимов, Женя, по его проекту построено здание рядом с Кокиным садиком. Если смотреть на театр, то слева. Оно предназначалось как под гостиницу, потом сейчас его переделывают под офис какой-то очередной структуры Газпрома. А вы как относились к идее Охта-центра? С точки зрения здравого смысла, Газпрому, конечно, не нужен такого рода офис. Если им надо столько офисных площадей, то гораздо эффективнее и дешевле их построить, если застройка не будет превышать 20-25 этажей. А это просто памятник, ну, наверное, господин Миллер, как глава Газпрома, хочет поставить себе такого рода памятник. Ну, что же мы можем поделать? Кто мы и кто господин Миллер? Вот ваше здание, взять, например, бизнес-центр Бенуа, принты какие-то на компьютере сделали, наклеили. Разве это архитектура? Переводные картинки. Вы никогда не хотели оставить в истории города настоящий памятник архитектуры? Это самая современная архитектура последних 10 лет. Сейчас немножко эпоха опять меняется, и следующий бизнес-центр, который мы будем строить, он уже будет не на основе принтов, нанесенных на стекло. Это будет уже больше камня, и камень будет немножко такой пластичный. Такая будет плетенка, как на корзинке, но сделанная из камня. Вот мы должны в этом году начать, и, скорее всего, если все пойдет по плану, через 3-4 года его закончить. Это будет уже следующий шаг, это будет следующая актуальная архитектура на данный момент. Как сохранить архитектурное наследство, но при этом быть современным городом, удобным для горожан, а не превращаться в музей под открытым небом? У вас есть свое решение этой проблемы? Вы знаете, еще раз хочу сказать, что это сложнейшая проблема, и над ней нужно очень хорошо думать. И для того, чтобы сохранить город Петербург и наполнить его кварталы жизнью, нужно очень много денег. И я, когда городская администрация говорит, что мы сейчас проведем какое-то обследование домов в Северной Коломне, вокруг Конюшиной площади, ну хорошо, проведите обследование, только масштаб денег, который потребуется для реновации вот этих кварталов, он огромен. Я не вижу того источника, откуда он может взяться. Даже вот федеральный бюджет, по моим представлениям, не является источником, потому что у них то Олимпиада, то Крым, им не до нас. Соответственно, как это будет развиваться, я не знаю. Но мне кажется, что единственный вариант развития событий, к которому мы все равно придем, вот сколько бы не было тут визгой городозащитников, которые говорят, не трогайте наше болото, мы хотим увидеть, как все упадет, бульканет и пропадет. Но все равно, единственный вариант, это расселение кварталов. Причем расселением кварталов может заниматься только государство. Потому что обязательно, если в доме есть 50 квартир, то там будет 5 квартир. Ну понятно, но убытки и расходы надо переложить на государство, а прибыли возьмет себе бизнес. Там не будет никаких прибыли. Там еще до прибыли идти-идти. Я имею в виду, что если в доме 50 квартир, то 5 квартир точно скажут, не трогайте нас, мы хотим тут умереть. И это тупиковый проект. Тогда действительно надо просто ждать, пока они там умрут. Они могут быть и долгожителями. Соответственно, единственный вариант, это надо, чтобы была политическая воля у города расселять вот этот квартал. Во многом, даже принудительно надо оттуда выселять людей. После этого, когда уже расчищена вся площадка, уже можно этот квартал кому-то передавать под реновацию. Но я вас уверяю, что если брать, допустим, какие-то кварталы в конце Садовой, вот там вот, то я даже не думаю, что там будет стоять очередь за этими предложениями от города. Это очень сложно сделать прибыльный проект в центре города, если это не кварталы, близкие к Невскому проспекту, к каким-то крупным магистралям. Вы сейчас уходите в жилищный сектор? И туда тоже. Мы вот сейчас начали строить первый жилой комплекс. Есть какие-нибудь новые ощущения в этой связи? Новые ощущения, они появятся, когда мы начнем контактировать с покупателями. Я вот этого, честно говоря, очень боюсь, потому что так я строю бизнес-центр, и я сам им управляю и гарантирую, что там хорошо. А вот когда начинаешь продавать квартиры, то после этого туда приходит масса людей и владельцев квартир со своими представлениями о добре и зле. Ну, кто-то, наверное, будет пытаться привинтить кондиционер к фасаду. Мы будем как-то с этим бороться, чтобы они не испортили то, что мы построили. Но это будет потенциально конфликтная ситуация. Вы будете контролировать управляющие компании? Я бы этого не хотел делать, потому что я не вижу в этом бизнеса. Но придется, чтобы сохранить идеи. Именно, именно. По крайней мере, придется некоторое время контролировать ситуацию до продажи последней квартиры. Вы там делаете, что хотите. Ну, я боюсь, что, конечно... Сушите белье на окнах, на балконах и так далее. Вот эти... Средний россиянин, когда он собирается в большом количестве, творит какой-то злой. Не любите вы среднего россиянина? Честно говоря, нет. Да знаете, как профессор Преображенский говорит, вы не любите пролетариата. Расскажите про строительство. В чем особенности и сложности этого бизнеса в России? Вы знаете, если говорить про строительство, то никаких сложностей в строительстве нет. Все проблемы со строительством – это в общении с любимой городской администрацией. Вот и все. Дом построить два года вот так на любой дом хватит. А если говорить про строительство какой-нибудь пятиэтажки, то пятиэтажка с нуля строится за шесть месяцев. Через шесть месяцев можете кровати расставлять и жить счастливо. Но согласовательный процесс, он может занять любое количество времени. Любое. Никто не может предсказать, сколько времени на это потребуется. Что у нас сейчас с Полтавченко? Правила игры озвучены или бизнес до сих пор в режиме ожидания? Да мне кажется, бизнес не в режиме ожидания, потому что никто ничего не ждет. Правила игры, ну они озвучены, но они каждый раз трактуются по-разному. То есть, в принципе, у нас же есть законодательство, мы должны играть по правилам, написанным в законодательстве. Но есть еще трактовка законодательства. И очень важно знать не только, что написано в законе, а как его трактуют. Причем вот даже, что удивительно, его могут в разных районах города по-разному трактовать, не только в целом администрация города. Смотрите, вот вы говорите, что разрешительные процедуры отнимают много времени, сил и средств. А вы видели, как застраиваются окраины Каира без разрешительных процедур? Вы видели это уникальное ноу-хау, как они без получения разрешения, просто жители, сами этажи надстраивают? Это я все понимаю, да. Это я все понимаю, да. И что потом получается, вот эти, как раковые опухоли и как грибы? Существуют две крайности. Вы видели это? Я согласен, что существует две крайности, мы же не должны в них впадать. С одной стороны есть Каир, а с другой стороны там безумная разрешительная система. Мы все равно должны находить какой-то баланс. И при этом надо отметить, что вот эта разрешительная система сложнейшая, которая сейчас существует в городе Петербурге, она же не приводит к появлению шедевров. Все равно на выходе получается какая-то хрень. За границей есть проекты? За границей проектов нет, у меня нет проектов и в других городах. А почему, если вам так не нравится средний русский потребитель? Почему бы не начать бизнес за границей, где может быть? Ну, там будет средний испанский потребитель. Его вы тоже не любите. Ну, я предполагаю, что он мало отличается от среднего российского. Просто не любите людей. Социофоб, так сказать, в некотором смысле. Средних людей не любите, да? Ну, слушайте, это вот я не могу ответить на этот вопрос «да», потому что это будет звучать обидно. Ну, что ваш коллега Полонский, он совершенно искренне сказал, у кого нет миллиарда, может идти в жопу. Вы повторили за ним эти слова? Я бы, конечно, не повторил, потому что я не считаю... Ну, это примерно из той же системы. Нет, я не считаю, что количество денег мерило качество человека. Абсолютно нет. Для Полонского, может, это так. Но, видите, он все-таки как-то не очень хорошо заканчивает свою бизнес-историю, прячась в Камбодже. Я не считаю, что количество денег говорит о качестве человека. Я знаю, у меня есть несколько знакомых, которые, ну, далеко, скажем так, малообразованные граждане, и при этом обладают очень большими деньгами. Тут вообще нет никакой причины следственной связи между умственными способностями и наличием денег. Это не коррелированные события. А вот вы сами такой умный и талантливый. А почему вы обанкротились? Карта не пошла, власти виноваты? Или, опять же, русский клиент, который не хочет платить за красоту? Нет, если вы имеете в виду события 2008 года, то это абсолютно понятная история. Это было не настоящее банкротство? Почему же нет? Техническое банкротство. Нет, абсолютно. Там произошла процедура банкротства в полном соответствии со всеми юридичными. Обанкротили компании, а активы вывели из-под удара. Не совсем так, нет. Почему же? Было проведено все в соответствии со всеми юридическими процедурами. Этот вопрос... Тогда, значит, это был крах бизнеса. Вот я и задаю вопрос. Почему же ваш бизнес потерпел крах? Я вам объясняю. До 2008 года в страну шел большой приток иностранного капитала. В виде прямых инвестиций, в виде просто размещения пакетов акций компаний на западных биржах. Западный мир верил в то, что Россия стремительно развивается. Потом произошел ипотечный кризис в Соединенных Штатах Америки. И весь капитал потек обратно на родину. Соединенные Штаты. Это была не только проблема России, это была общемировая проблема. Вы говорили, что у вас 90 миллионов долларов гарантии личных банков. Это значит, что вы лично должны банкам 90 миллионов долларов. У нас, если человек не заплатит вовремя штраф ГИБДД, или у него задолженность по сотовому телефону, так у него машину на улице отнимают и за границу не отпускают. А у вас не отнимают ваши мотороллеры, за границу пускают вас. Почему? Это вы провели совершенно неправильную аналогию. Отнимают и не пускают в случае, если вы взяли кредит и его не обслуживаете. Если вы не платите проценты, не платите тело кредита. Если кредит обслуживается, то это абсолютно нормальное финансовое отношение между компанией и банком. У меня не личная задолженность перед банками. У меня гарантии по этим кредитам. Это просто нормальная практика. Когда банк кредитует компанию, то банк помимо залогов, получаемых от компании, хочет еще личное поручительство учредителя. А скажите, ваше личное состояние, оно больше вот этого пассива в виде гарантий? Или после долгих лет в бизнесе вы оказались в глубоком минусе? То есть вы все-таки успешный человек или неудачный в финансовом плане? Я думаю, что я, наверное, вообще самый такой краткосрочный богатей Российской Федерации. Потому что в 2008 году, в феврале месяце, мы разместили акции компании, исходя и продали часть акции компании, исходя из стоимости компании, 780 миллионов долларов. А в сентябре 2008 года она уже стоила ноль. Поэтому я к этому очень философски отношусь. Но, тем не менее, вы можете позволить себе не менять образ жизни и не паритесь по поводу этого банкротства. Это потому, что вы так скромно живете? Ну, достаточно скромно, я считаю. У меня нету вот дорогих часов, и у меня нету Бентли, мне оно не нужно. А как получилось, что все те активы, которые вы как бы продали за долги, оказались в вашем же управлении? Это произошло по двум причинам. Первое, что лучше ими управлять вряд ли бы кто-то смог, кроме той команды, которая ими всегда управляла. И второе, что так как вот эти 90 миллионов, по которым у меня существуют личные гарантии, под них и заложены вот эти активы, то одним из условий при продаже всех этих активов было то, что пока не будет произведена расплата по всем кредитам, и пока у меня не пропадут, естественно, вот эти личные поручительства, они будут под нашим управлением. Получается, вы сейчас работаете, чтобы платить старые долги. Такая грустная история. Ну, не совсем так. Мы все-таки те активы перешли к новым хозяевам, но за это время мы же не сидим на попе ровно. Мы смогли привлечь новые кредиты и построить новые бизнес-центры, которые не входили в ту массу. У вас есть личная позиция по Украине и Крыму? Давайте так скажем. Моя личная позиция сильно отличается от позиции 90% россиян. А вы в политику идти не думали? Почему вы не состоите ни в какой партии? Предложения не поступали? Вы знаете, чтобы заниматься политикой, надо, чтобы она была. Мы же не ходим зимой за грибами. Вы говорили, что главная ответственность бизнеса – это получать прибыль. А как вы относитесь к своим сотрудникам? Кажется, вы как-то разогнали у себя профсоюз. Вы считаете, у рабочих нет прав? Готов повторить, что главная задача бизнеса – это создание рабочих мест, зарабатывание прибыли и уплата налогов. Остальным должно заниматься государство из полученных ими денег. Это первый пункт. Пункт второй. Про профсоюзное движение я действительно противник этого. Я считаю… Вы считаете, оно мешает предпринимателю? Я считаю следующее, что да, оно во многом мешает предпринимателю. Я считаю, что главная моя задача – платить хорошую зарплату сотрудникам. Я считаю… А вы платите хорошую зарплату сотрудникам? Думаю, что да. А гастарбайтеров вы нанимаете? То есть вы и есть тот самый человек, который к нам таджиков привозит? В нашей компании работают в том числе и таджики. А они все оформлены по закону? Да, конечно. Потому что мы большая компания, и приехать к нам и начать нас прессовать – это чистый мед. А если вы оформляете всех по закону, это все равно расходы им придет. Приходится платить большую зарплату. Почему тогда они россиян? Россияне ленивые, что ли, работать не могут, не хотят? Мы нанимаем таджиков на те должности, где россияне работать не хотят. Это что за должности? Уборка помещений, например. Мелкие там ремонтные работы различные. А мастерами работают белорусы? Вы знаете, мастерами работают белорусы, украинцы. А для россиян вы рабочие места создаете или только для гостей из нашего ближнего зарубежья? Знаете, я могу вам сказать, что в Петербурге нет безработицы. Для кого создавать рабочие места? Вы помогли у Псала цирку. Почему именно цирку? Есть какие-то еще у вас благотворительные проекты? Вы не считаете, что благотворительность и всякая поддержка бездельников, не приносящих прибыли, это зло? Я полностью с вами согласен. Поэтому я считаю, что поддерживать надо только детей. Потому что взрослые... И цирк. А это детский цирк. А взрослые, они сами виноваты в своих проблемах. И поэтому мы занимаемся только поддержкой детского цирка. Я же сказал, что одна из задач бизнеса, это зарабатывание прибыли и уплата налогов, с которых будет государство заботиться уже об остальных членах общества, которые не могут о себе позаботиться. Но мне почему-то кажется, что должны быть определенные пределы этой заботы. Невозможно декларировать, что мы строим социальное государство, которое мы не можем себе позволить. И поэтому это приводит к тому, что денег никогда ни на что не хватает. Если говорить про налогообложение бизнеса в России, то я читал исследование Эрнстон Тьянг, по-моему. Они посчитали, что среднее налогообложение в России 54%. Я имею ввиду компании. В Европе среднее налогообложение компаний, не частных лиц, 47%. А в среднем по миру 44%. То есть у нас налогообложение бизнеса, оно никак не меньше, чем в Европе. Если нам рассказывают, что у нас заточник... Ну просто мы не платим эти налоги. Ну не совсем так. Не совсем. Крупные компании такие, как ваши, платят. Да. Если нам рассказывают, что у нас 13% налог на зарплату, прекрасный налог, но... Но у нас еще куча других. Но у нас просто... Взносов, сбор, сбор. Просто для того, чтобы заплатить человеку 100 рублей, я должен 60 рублей отдать государству. Просто у нас в другом месте происходит то же самое налогообложение, которое у гражданина происходит во Франции. То есть если все эти 60% перекинуть ему, так пожалуйста, у него налог будет в 60 плюс 13. 73%. Теперь под финал нашей программы разрешите о вашей личной жизни. Наш редактор вынесло в заглавие передачи, что вы завидный холостяк. А я вот сейчас подумал, что не все девушки согласятся. Некоторые умные девушки станут подозревать, не синие ли вы борода? Вы не синяя борода? Вы знаете, я незавидный холостяк по причине того, что все-таки мне в этом году исполнится уже 46 лет. А девушки больше ориентированы на более молодых, подающих надежды людей. Ну, с другой стороны, вы уже реализованы. Эти, которые подают надежды, они их подают. А что еще с ними будет, непонятно. Но вот вам сейчас 45 лет, и вы не были женаты ни разу. Это подозрительно. Ведь вы нормальный человек. Вам же нравятся девушки. У вас было много девушек. Вот смотрите, вы встречаетесь с девушкой несколько месяцев, или даже несколько лет. И она все ждет, когда от вас поступит предложение руки и сердца. Они же только об этом мечтают. Они же сто пятьсот миллионов голливудских фильмов об этом видели. Она ждет, ждет. А предложения нет. Почему? Почему вы ни разу не делали предложение своим избранницам? Или вам отказывали? Это хороший вопрос. Вы же понимаете, что это очень тонкий и глубокий обман. Четыре года жить с девушкой и сделать ей предложение. Длительные отношения у меня были три раза. Три раза, видите. Они где-то были 4-5 лет с каждой из девушек. Достаточный срок. По разным причинам мы расставались. Во многом, я считаю, что из-за меня это происходило, к сожалению. С последней девушкой я расстался год назад. И об этом жалею. Потому что я предполагал, что я и буду с ней дальше жить. И буду с ней строить семью. Но она сказала, что она со мной несчастлива. И нашла того, с кем она счастлива. Вы в вашей компании отвечаете за публичную сторону сами. Вы любите публичности, себя в искусстве? Да нет. Вы знаете, у меня подход простой. Что, как говорила Мерлин Монро, любая информация о вас полезна, кроме некролога. Поэтому я готов общаться с кем угодно. Единственное, что у нас ограничение. Я никогда за это никому не плачу. Если людям интересно со мной поговорить, я готов поговорить. А если мне говорят, а давайте вы выступите там, это будет вам стоить столько денег. Я говорю, да тогда и не надо ничего. То есть вы сейчас зрителям объяснили, что нашему каналу вы ничего не платили. Да, правда. Собственно, и мы вам тоже ничего не платили. Ну, если интересно, поговорили. Просто мы вам по-человечески благодарны за то, что вы пришли и рассказали нам о себе и о будущем нашего любимого города. Спасибо. А я вам благодарен за то, что вы меня позвали. Значит, может быть, я кому-то интересен в этом мире? Безусловно. Игорь Водопьянов – выдающийся предприниматель. Умный и интересный человек. Со своей позицией, со своим стилем жизни. Иногда странный, но, говорят, богачам прощают чудачество. Что ж, все будет оправдано, если после нас, благодаря хотя бы и Водопьянову, в городе останется несколько действительно красивых и оригинальных зданий. Ведь все мы любим наш город и наш лучший городской телеканал 100 ТВ. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.